Обладает слово редкой силой, редкой властью, правом доброты. Если скажешь, как земля красива, красотой наполнишься и ты. С этих строк замечательного поэта Натальи Матвеевой мне бы хотелось начать нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня мы хотели вам рассказать о самом известном региональном объединении нашего края «Звено Алтая», которому в нынешнем году исполнилось ровно 100 лет. Да, литературная жизнь нашего края богата и разнообразна. Мы хотим представить вам книжную выставку «Звено Алтая. История и современность», отражающую богатую историю нашего писательского объединения. Напомним, что «Звено Алтая» было создано в 1921 году по инициативе и поддержке известных писателей Павла Бажова, Николая Аннова и Ефима Пермитина, к чьей книги представлены отдельным блоком, который можно было бы по праву назвать «Отцы-основатели». Как писал Александр Егоров, «Евразийство» – чудное название, единение наций и племен, где смешались были и предания, языки, традиции времен. Да, все последующие годы «Звено Алтая» объединяло литераторов и поэтов областного центра и районов Рудного Алтая, работало с творческой молодежью, тесно сотрудничало с прозаиками и поэтами, пишущими на казахском языке, участвовало во всех совместных мероприятиях и праздниках, укрепляло традиции народа Казахстана. Николай Анов, Михаил Иванусев-Алтайский, Михаил Ильин, Михаил Тыцких, Михаил Чистяков, Борис Щербаков, Любовь Медведева, Александр Егоров в разные годы возглавляли литераторов Восточно-Казахстанской области. Чистяковский период представлен книгами Елтая Турлыбаева, Михаила Немцева, Владлена Шустера, Евгения Курдакова. Это было время настоящего бума поэзии во всем СССР. Большим событием в культурной жизни нашего города стал выход в 1960 году литературного сборника «Утро над Иртышом», который появился благодаря энтузиазму Михаила Чистякова. Чистяковский и Егоровский периоды отражены в литературно-художественных альманахах «Звено Алтая». Щербаковский период нашел отражение в журнале «Ак-Иртыш, Иртыш и Восток», а также на выставке представлены книги из серии «Алтын-Тамыр», библиотека литературы Восточного Казахстана. С 2010 года поэтическую эстафету «Рудного Алтая» приняла член союза писателей России Наталья Матвеева. Новый период, уже Матвеевский, характеризует слияние отдельных литературных групп в одно литературное объединение. Наше непростое и такое интересное время в книгах Геннадия Пусепа, Алдеяра Убакирова, Александра Мещерякова. Сборник «Звено Алтая. История и современность», изданный к 90-летию, литобеденение, стал самым объемным за всю его историю. Настоящее украшение выставки – книжная серия «Абай Алими», выпущенная издательством «Фолиант» в Нурсултане. Да, литературная жизнь нашего края богата и разнообразна. В серии «Алтай Иртыск Табханасы» книги как классиков, так и современников Сирика Габдулина, Павла Васильева, Алибека Аскарова, Оралхана Бакеева, Георгия Гребенщикова и, конечно же, великого Абая Кунанбаева, чей юбилей мы отмечали совсем недавно. Пусть же звонкое имя «Звена Алтая» совместными трудами всех любящих мудрое художественное слово наполнится для потомков новыми созидательными смыслами и будет звучать еще долгие-долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok